Мой небосход хрустальный ясен полон разложных картин не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин. Игорь Гуверман Всем привет! Ну вот мы и встретились. Я часто просматриваю, кто мне пишет странные комментарии в стиле ты сам кто такой, где можно посмотреть твою технику. И иногда я там нахожу приз. В этот раз я вас познакомлю с современным мастером интеллектуалом. Встречайте, маэстро нокаут. Значит у нас может быть в ударе и 10, и 20, и 30 фактов. Мы можем просто тупо гореть на волну вечно, да? Ну чисто диалетически. Мы ее можем в центр загнать, потом сделать удар. Андрей Оскарович Айзенштейн. Человек в волновой удар. Нет, не так. Это то, о чем вы хотели знать, но боялись спросить. Я еще одну мышцу покажу, а то меня собьют и ничего не выяснился. Вы только извините, пожалуйста, что я худой такой. Он по-другому не показывает. Значит сварите. Вот это вот очень важная мышца, которую надо тренировать. Мышцу, отводящую лопатку. Вот так вот надо именно тренировать. Как он сам о себе говорит, я не мастер спорта по боксу и не имею поясов и данных. Весь мой опыт в дзюдо в детстве 3 года и в жилкундо в юности. Меня зовут Айзенштейн Андрей Оскарович, и я изобретатель. Это мой основной вид деятельности. Я просто разобрал ударную технику по хвосточкам просто из принципа и с нуля. 2,5 года назад я бить не умел. Все эти 2,5 года я бить не учился, а строил алгоритм обучения. Все, что я умею, это побочный продукт в сухом остатке тренажер. Не самый лучший в мире, а просто почему-то аналогов не нашли. И систему волновой тренировки. Это информация 25 декабря 2011 года. А вот видео 25 октября 2010 года. Основой волнового удара служит вызывание колебаний во всей системе, во всем теле, определенной частоты. И превращение этих колебаний в конечном итоге в резкий импульс в конце, уже после касания цели. Все зрения цепи кинематической движутся постоянно в разные стороны. При всем уважении, что за хуйню ты несешь? Вы подумайте, кто этот парень, который так ясно излагает свои мысли? Возможно, психически больной наркоман? Я уже записываю. Блин. Именно такое ощущение было у меня, когда я увидел его в первый раз. Нет, нет и нет. Андрей Оскарович, человек образованный, закончил СПБ ГМТУ, бывший ЛКИ, кафедра управления судостроительным производством, факультет экономический. И даже немного с юмором. Ту фразу, что была вынесена в эпиграф этого видео, он пишет о себе сам в ВКонтакте. Мой небосход хрустально ясен и полон разужных картин не потому, что мир прекрасен, а потому, что я кретин. Я думаю, что в этом стихотворении Игорь Губерман хотел донести смысл, что мир не виноват в том, что Андрей Оскарович такой. Что мир сопротивлялся, но ничего с ним сделать не смог. Я думаю, что маэстро заслуживает пристального изучения. Итак, дадим слово автору методики. Единственный вопрос. А методики чего? Нокаутирующего удара, наверное? Вот сюда кисть отпускаем. В сторону большого пальца. Отпускаем. Вот, накидываем. А то время с этим кидаем вверх плечо. Отпускаем его вверх. То есть как бы, вот немножечко напряглись, отпустили, да? В это время отпустили кисть, да? Отпустили. И оп! А теперь соединяем его с этим движением. Ну, вот. Вот, вот. Оп, да? Да. Нет, это не нокаутирующий удар. Хотелось бы в этом месте спросить, скольких людей вырубил Андрей Оскарович? Тогда о чем речь? Судя по тексту, похоже, Андрей Оскарович изобрел некое понятие волновой удар. Что же такое волновой удар? Специально, без рукавов показываю. Так, с одергивами просили. Где он применяется? Нигде. Почему? Потому что это никакой не удар. Вот третья версия и тоже от самого маэстро нокаут. Буду его называть так, как он называет себя сам. Зовите меня просто Элвис Пресли, поэт-песенник. Отвечет спортсмена оптом. Да, я могу учить людей. Причем ни мнение гринга на этот счет, ни мнение градусов на этот счет, ни мнение маэстро на этот счет не имеет значения. Тут имеет значение только мнение людей, которые либо научились чему-то, либо нет. Это для людей, которые не в теме. Научить за 20 минут на мастер-классе почти всех участников ронять пустой коробок – это легко. Для людей, которые без обучения такой же путь прошли за один месяц, пару лет, и для людей, которые позволили бы на себе попробовать, а не стоять в сторонке. Потому что маэстро не кошерный, не спортивный и неправильный. Извините, трудно читать, поскольку маэстро, несмотря на свое образование, не используют, вернее, хаотично используют знаки припинания. Для того, чтобы понять, что удар все-таки сложное действие, которое не у всех получается, существуют такие штуки, как спичечный коробок, бумага, свечки. «Однажды Господь сотворил Адама, и создал он ему жену из его ребра – Еву». Серьезно? Даже мне Андрей открыл глаза. Я думал, спичечные коробки созданы для спичек. Что еще такого сотворил Андрей Айзерштейн? Вот тут он о себе пишет. Побочный продукт в сухом остатке не самый лучший в мире, а просто почему-то аналогов не нашли. Для пояснения читаем дальше. Могу научить людей, причем независимо от уровня, будет прогресс. Чисто по приколу можно набрать две группы полных лохов. Одну будет тренировать любой тренер по боксу, но желательно хороший. Другую я и мой негр. Срок месяц. Задача поставить джеб с короткого расстояния. «Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию». О каком негре говорит маэстро? Вот об этом. По-настоящему уникальный тренажер для постановки профессионального нокаутирующего удара. Уникальность заключается в том, что распределение веса в голове, крепеж головы... Вот это поворот! В результате вы именно стараетесь добиться техничного удара самым коротким путем. То есть Эйзенштейн искренне полагает, что избиение резиновой головы Майка Тайсона, которого он ласково называет «мой негр» «Это страна, не Америка, это Африка!» Помогает в изучении удара, судя по названию, нокаутирующего. «О! Хорошо! Насколько я вижу, то тренирующийся бить удар на некоем негре кроме расизма имеет шансы повредить руку или ногу на твердую стену, которая находится вблизи траектории удара. Но, наверное, мне возразит Андрей, надо уметь бить. Но как научиться бить, если не бить? Да и случайность штука такая. Она всегда преследует при обучении. То есть здесь обучающийся тренируется в бразильской системе. Эй! А это и есть бразильская система! И попробуй не взять! Причем Андрей Оскарович настоящий русский человек, как выяснилось. И очень патриотичный настроен. Сердце украинца не может болеть за Крым. Крым – это русская территория. Часть русской, российской истории. А то, что, ну да, отобрали, да? Причем можно ссылаться на какие угодно конвенции. Любые документы, любые конвенции. В общем, насрать на бумажку, когда главное все-таки в жизни не бумажка. Вспоминается тут Кочергин, тоже из Питера. И тут, простите меня за мой расизм, но... Не уже тесно от русских вокруг, типа Кобзона, особенно, когда они говорят от моего имени. Так что, кроме удовольствия избиения чернокожего, дает тренажер Айзенштейна? В нем скрыты датчики индикаторов удовольствия избиения чернокожего человека. Возможно, даже американца. Учитывая особую нелюбовь Айзенштейна к американцам и Гееропе в целом, странно, что для избиения он выбрал голову Майка Тайсона, столь любимого россиянами, а не, допустим, Обама. Тренажер Ке-Ке-Кей! Рекомендуется для всех радикально настроенных белок. А вообще, если серьезно, то разница между резиновой грушей в форме головы Тайсона и реальным человеком, даже не крупным, как между куском навоза и пулей. Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны. Если так формировать пулат во время удара, как объясняет наш судостроительный экономист, то можно просто сломать себе кисть или покалечить пальцы. Единственное, что правильно делает Айзенштейн, это расслаблять руку перед ударом. Тогда собственные мышцы не мешают руке вылетать. Но это уже есть в боксе. Больной, как я вижу. Я ухожу. Никуда ты не уходишь, толсожопый! Ты останешься здесь, пока мы не закончим. Кстати, обратите внимание на этого недоверчивого адепта с лицом удивленной селедки. Движение. Потом взяли вот пока вот это движение просто. Ну, не собьете вы на нем коробок. Это Константин Терехин. Тот самый с каратэ в кроссовках. Случайно попал на семинар, проводимый Айзенштейном. Итак, что на самом деле представляет собой наш храбрый портяжка? Создается впечатление, что чем больше человек лох в БИ, тем больше у него самоуверенности. Но даже в том случае, если Айзенштейн в состоянии научить нокаутирующему удару, чем я лично очень сильно сомневаюсь, я думаю, что лучше этому все-таки научить профессиональный боксер. Кроме того, кроме самого удара, есть еще тактика, техника перемещений. В противном случае вырубить можно будет только человека, который этого не ждет. Что же по-настоящему делает Андрей Оскарович? А то же, что и все остальные. Продает свой велотренажер. Дело в том, что урину считают как отработанный продукт. Но на самом деле, вот я прочитала книги Геннадия Петровича и поняла, что это принцип гомеопатии. Ну давайте за здоровье. Самое главное, чтобы это было с верой и с настроением. Нечетное количество глотков! Нечетное количество глотков! Главное, нечетное количество глотков. Любыми способами нагло врет о его чудодейственном свойстве в обучении. Как-то мне неудобно было правду людям говорить. В плане того, что боксерский мешок, это действительно вчерашний день. Он действительно не ставит технику. Это всего лишь такая вот тряпочка, набитая песком. Она технику ставить просто чисто теоретически даже не может. Мне это было все неудобно говорить, потому что наша голова стоила 15 тысяч рублей. Не каждому это дано. В общем, провоцировать людей покупать девайсы за 15 тысяч рублей как-то было неудобно. Но сейчас мы сделали достаточно такой хороший вариант, который может купить себе любой пацан. И который действительно ставит технику. Даже без тренера. Берешь, покупаешь голову, вешаешь ее. Можно повесить просто в правильной двери. Есть специальные подвесы. Можно повесить на... Можно повесить на грушу, если есть уже мешок какой-то боксерский. И работать. И вот тут как раз, когда ты бьешь плохо, ты видишь. Когда ты бьешь хорошо, ты видишь. Когда ты бьешь замечательно, ты видишь. Видите, четыре лампочки загорелы. Что, естественно, полная чушь. Более того, тренажер скорее вреден. Так как ставят удар и запястье не под правильным углом. С неправильным ощущением удара. При первой же попытке пробить такой удар в реале, лох, вернее ученик маэстро, рискует покалечиться. Причем способов покалечиться здесь будет не один, а много. Не будь лохом. Футболка я не лох. Купи сегодня три футболки по двойной цене и получи четвертую бесплатно. Не будь лохом. Причем сам о себе Андрей Эйзенштейн непомерно высокого мнения. Ну, поскольку мы живем по совести, по понятиям, мы как-то выкручиваемся потихонечку. А вот европейцы, и не только европейцы, наверное. Какая демократия? Какой строй, который основан на человеке? На каком человеке? Главное, на каком. Если овцы соберутся и выберут законы, по которым они будут жить, это будет демократично. Но волкам там не будет места. Я не хочу жить в мире, в котором законы диктуют овцы. Не хочу. Он, наверное, думает, что он волк. Хотя на самом деле... Сейчас я хочу всем рассказать, что делать, если на вас напали копыки. Ну, сначала нужно понять, сколько их, спортсмены ли они, и каким обладают уровнем физической и боевой подготовки. Вот тут есть хорошие фразы обо всем этом великолепии. Вроде уже всякого повидал, но каждый раз меня вот такие эльфы 80-го уровня вгоняют в ступор. Бы-бы-бы. Зайчик. Тренажер смотрит на него, как на ничтожество. Но что самое странное, что при всем этом, он не только впарил это кому-то, но и куча народа, который реально занимается боевыми искусствами, поддерживает его. Вот что мне непонятно. Видимо, обаяние шизофреников и болезненная уверенность в себе способствуют убеждению. Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют. Для тех, кто все время пишет, а ты сам так можешь, коробок. Я сам так не делал, но видел, как делает маэстро. И уверен, что я смогу повторить трюк. Я дебил, я дебил, и зовут меня Кирилл. Я российский радостный дебил. Закончил? СПБ... М... Г... Буту. СПБ ГМТУ.